Веники, грибы, к ночатам поеду. Огороды. Планы у супругов Костяковых из села Озерки всегда грандиозные. По словам Надежды Ивановны, жизнь после 50 только начинается. Сегодня она занимается творчеством, поет в вокальном ансамбле, участвует в конкурсах и в жизни района. Мечтает почаще навещать внуков, а для этого нужно быть здоровой и своевременно вакцинироваться, отмечает женщина. Я в ряду первых мы с мужем провели вакцинацию. Мне вот вообще нужно, и я всем говорю, что нужно прививаться. Я не только на пенсии, но я еще и инвалид. Я перенесла инсульт. И когда я перенесла инсульт, я на жизнь посмотрела совсем другими глазами. Я стала любить жизнь. С приходом в регион особо заразного штамма коронавируса, омикрон, важность вакцинации стала выше. В числе первых прививают людей из группы риска. В Челновершинском районе, где проживает Надежда Ивановна с супругом, определиться с решением о вакцинации помогают сотрудники Центра социального обслуживания. Это действительно важно привиться. И у меня тоже вся семья привита. У нас коллектив полностью 100%. А Надежда Ивановна, она у нас активный волонтер серебряного возраста. В прошлом году мы на День Победы, на 9 мая, вот с Надеждой Ивановной вдвоем раздавали георгиевские ленточки в школе нашей. В настоящее время в Самарской области прививают от коронавируса как взрослых, так и подростков от 12 лет. Гульфия Сафина. События.